Все региональные изменения, будь то во властных структурах, будь то в управленческих структурах и так далее, они, конечно же, должны в первую очередь регулироваться и происходить по инициативе местных региональных каких-то властей и самих людей, которые живут в этом регионе. Я не думаю, что любой приглашенный со стороны человек лучше разбирается в проблемах региона, ему опять же нужно энное количество времени вникнуть. Во-вторых, когда мне говорят, что человек пришел со стороны, допустим, победил на этих выборах, он не мог победить без серьезной поддержки извне. Если его не поддерживали местные, значит поддерживали какие-то другие. Соответственно, эти другие будут потом что-то просить, ну как бы платить чем-то надо. И, как правило, вот, например, мои наблюдения за регионами показывают, что человек, который пришел со стороны и возглавил, скажем, регион, он тащит за собой целую команду людей, которым надо отдавать. Это отдаётся торговыми комплексами, какими-то продажей их предприятий. В общем-то, большая политическая игра. Я думаю, что внутри каждого региона можно подыскать человека, знающего, серьезно, хорошо знающие эти проблемы. Например, того же Ройзмана в Екатеринбурге говорит о том, что можно найти честных, порядочных, умных, инициативных людей, которым, вот я сейчас, почему-то мне становится спокойнее за город, в котором я родился, за Свердловск, ну, сперешний Екатеринбург, потому что Ройзман сейчас им руководит. Я думаю, что там будет лучше. Я его лично знаю и доверяю ему как человеку. Поэтому такого человека надо поискать в своём регионе и поставить, пускай он наводит порядок. Продолжение следует...